Решением Кабинета министров в постановлении правительства от 22 мая о мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции внесены изменения. Предложено дополнить пункт документа, где запрещается проведение культурно-массовых мероприятий. В связи с тем, что на этой неделе в республике проведут последние звонки, выпускной бал. Согласно последнему постановлению правительства, все культурно-массовые мероприятия были запрещены. Но у нас 18-го предполагается бал выпускников и 24-го – парад победы. Поэтому ряд изменений в этом постановлении мы сегодня как раз будем рассматривать. Пункты майского постановления о запрете культурно-массовых мероприятий не распространяются на мероприятия, запланированные в рамках последнего звонка, бала выпускников и парада победы. Также 20 июня в республике объявлен День памяти пожертвам геноцида остинского народа 1920 года. В этот день планируется проведение памятных акций. Ещё одно мероприятие состоится 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны. Обсуждая предстоящие праздничные мероприятия касаемо выпускников, министр образования Натальи Гассиева сообщила, что под запретом остаётся проведение банкетов в ресторанах и загородных местах отдыха. Мы говорим, до 30-го числа банкеты запрещены. Все комитеты родительские предупреждены. И тем не менее, родители говорят, это уже их желание, их право вывезти, пригласить детей в деревню. Здесь мы уже проконтролировать не можем. Но с 17-го, 18-го мы чётко будем контролировать. В эти два дня ничего, включая рестораны, выезды за пределы города и так далее. Как и обговаривали, посещение святых мест в предчерте города после последнего звонка. И в каждой школе, если они им делают небольшой фуршет и дискотеки, это внутри школ. Эрик Пухаев поручил Министерству образования и соответствующим ведомствам держать ситуацию с праздничными мероприятиями под особым контролем. Кроме того, в силе остаётся запрет на проведение свадебных торжеств.